Он умирал в состоянии полного мозгового разрушения. Его предсмертные фотографии нам позволили увидеть только в период распада СССР. Таким Ленина мы ранее не видели. Он умер в 1924 году, сухонький изболевшийся старичок, успев оставить кровавый след на теле Российской империи. Его соратники, так называемые большевики, искренне восхищавшиеся мыслительными способностями вождя, решились исследовать мозг покойника, ожидая найти там проявление его, Ленина, незаурядность. Пригласили выдающегося морфолога. Тот изрезал головной мозг вождя мирового пролетариата на тысячи тончайших слоев, но причину незаурядности не обнаружил. Ну а обнаруженное, вполне банальное сифилитическое поражение части мозга гениальности совсем не свидетельствовало. Современный российский вождь Владимир Владимирович Путин явно не несет в себе признаков гениальности. Вполне посредственный, часто ошибающийся человек. Он привлекает к себе внимание иным, полным отсутствием способности сопереживания чужим страданиям. Особенно, если он, Путин, и есть причина этих страданий. Ни нейрофизиологи, ни постепенно уменьшающие свои ряды психоаналитики не могут пояснить, где находится средоточие зла в его голове. Разве что судебные психиатры и судебные психологи, исследующие пойманных и водворенных в тюремные камеры серийных убийц. Он, без всякого сомнения, серийный убийца, холодный, худший из них, не сомневающийся в необходимости своего ремесла. Продолжение следует...